Приветствую вас на нашем канале про пчеловодство, меня зовут Пашка, приветствую младшему специалисту. Сегодняшние темы видео как обычно интересные. Вчера Сережа Гринев и Стратович выбросили такую информацию у себя в соцсетях, а именно в фейсбуке про закон 5600. Если я не ошибаюсь, где четко и ясно описана такая ситуация, что будет налогообложение. Точнее сельхозпроизводителей будут понижения ставки налогообложения. Ну как вам в принципе сформулировать. У нас на сегодняшний день есть 50 минимальных зарплат. Имеется какая ситуация, про что я говорю, чтобы вы понимали. Человек, который производит свою сельхозпродукцию и продает на 50 минимальных зарплат, это сегодня 6000, это 300000. Меньше 300000 или 300000 товара, он в принципе не уплачивает никаких податков. Ну это нормально, да. На сегодняшний день вот этот лимит хотят снять и опустить его до 12 минимальных зарплат. Это имеется ввиду 72000 гривен. Кто подпадает под такие налоги, на такое обложение? Это подпадут в принципе наверное садоводы, производители вот этих пшеницы. Ну имеется ввиду такие маленькие. И в этом законе было вписано, кроме творительства, животноводства. Имеется ввиду, что кто производит, работает с фаерха, насколько я понимаю, с свиньми, мясо, молоко и пчеловодство. Потому что пчеловодство подпадает именно под творительство. То получается, что эти не будут уплачивать налоги. Ну это в принципе пока вполне возможно, что в ближайшее время, ну там год-два, может быть три, они конечно влупят такие налоги. Но на сегодняшний день в принципе такого налогообложения на пчеловодство не наблюдается. Что хочу сказать в общем. Все сейчас опять же в фейсбуке начали орать, что обложат налогами, что вы например подаете документы. Подали документы на пасеку и вы в принципе попали и все, и блин это все через вас. Ну знаете, как вот эти постоянные сопли. Ну я вам скажу в двух словах. Пасеку налогообложить это просто тупость и дурость. Потому что как вы можете просчитать, ну вот например у меня стоит там 30 ульев пустых. И что пришли и обложили налогом. Паспорт на пасеку. Паспорт на пасеку так же как заводится, так же и выбрасывается. А он не является таким чем-то сверхъестественным. Почему я держу себе паспорт на пасеку. Больше того вам скажу, что паспорт на пасеку я делал еще раньше. Потому что нужно было сдавать анализы, чтобы я знал какие у меня проблемы на пасеке. Чтобы вы понимали. Там есть определенный перечень анализов. Ну как проб анализов, которые они делают с пчел. Ну клещ вора, это в принципе меня меньше всего интересует. Ну например тот же ж нозематоз, нозема, акарапидоз и тому подобное. Это все проводится. Ну во всяком случае они это описывают в этих же анализах. Что имеется ввиду, что мне без проблем за несколько копеек я могу сделать эти анализы. Зачем мне на лишний раз париться. И опять же, чтобы вы меня понимали. Это я сказал в двух словах про паспорт. Если захотеть облаживать налогом, то конечно же будут облаживать продукцию. Имеется ввиду, что такое продукция. Даже я думаю, что на сегодняшний день. Конечно у нас пасеки в основном семейные. И у нас в принципе там на 300 тысяч гривен мало кто сдаёт до мёда. Это в принципе единицы. Потому что в Украине наверное 82, да нет, 97% всех пасек это малые пасеки. Это небольшие, это любительские малые пасеки, которые производят небольшое количество мёда. Таких пасеки, которые имеют там свыше 300-400 человек семей, ну в принципе можно на пальцах пересчитать. В Винницкой области их не знаю сколько, но имеется ввиду, что у меня вот в моём радиусе 1,600. И ещё в Виленцах какая-то там есть около 600. Ну в принципе я имею ввиду, а если пробежаться вот так по сёлах, вот есть село, вот как я еду на свой точок, то там 28 человек живёт. И там около тысячи пчелиных семей стоит. Представьте себе, около тысячи. Это все маленькие пасеки, чтобы вы понимали. Таким образом, друзья, получается, обложить их налогом конечно же сложно, но обложить налогом на продукцию это не есть проблема. Это как делается? Я в принципе вам расскажу секрет, чтобы вы в принципе не переживали и паспорт никому не нужен. Первое, друзья, мы продаём мёд весь за границу, это чтобы вы понимали. Заготовителям скажут, что вы должны дать справки, соответственно, кто вам сдавал этот мёд. И в основном заготовители берут такие справки, если они вывозят мёд за границу. Соответственно, те заготовители, которые работают внутри страны, они не берут анализов, не дают справки. Это есть такое тоже, но это редкость. В основном берут анализы, берут паспорт. И когда вам дают деньги, вы знаете, что вы проходите через налоговую. Соответственно, ваши показатели, ну как, сколько вы заработали денег с дачи мёда, там есть. Имеется в виду, что если что, даже не нужно никаких паспортов пасеки, вы один фиг будете проходить через налоговую. Имеется в виду, что это делается в двух словах, очень всё просто. И там никакие дотации, никакие паспорта, никто никого не считает. Всё отсчитывается по объёму мёда, который вывозится за границу. Всё. Потому что в Украине мёда почти не жрут. Но на сегодняшний день пока про это никто ничего не говорит. Я так, насколько понимаю, попадают под уменьшение вот этого лимита садоводы. И вот эти люди, которые там аграрии, такие небольшие, которые производят свою продукцию. Опять же, с одной стороны, вы мне скажете, ну кто-то сейчас скажет, а что ж там, как же их обложить налогом. Да всё просто. Ну, например, если ты сдаёшь то же зерно какое-то в таких определённых объёмах, да, ты же его сдаёшь на какой-то заготовительный пункт. Заготовительный пункт требуют определённые документы. Расчёт идёт, он идёт через налогу и тому подобное. Если вам, конечно, повезло договориться, что не нужно никаких документов, соответственно, никаких налогов. Ну, что за эти минимумы, друзья? Какие налоги сплачиваются? Ну, на сегодняшний день пчеловодство 50 минимальных зарплат. Это 300 тысяч. Если мы сдаём на 500 тысяч мёда, то получается 300 тысяч мы ложим в карман. А с 200 тысяч мы сплачиваем 19, вроде, с половиной процентов. 18 процентов ПДВ и полтора процента военный сбор. Так на сегодняшний день есть. Конечно же, если уменьшить такую цифру до 72 тысяч, то уже что-то, блин, накладно получается. Потому что, с одной стороны, оно так кажется, да, все должны платить налоги. Многие считают, что все должны платить налоги. С одной стороны, я вас понимаю, но что делать, например, мне, если моя пасека не стоит на стационаре, я постоянно гоняю туда-сюда, у меня машина постоянно летает. И получается, что, например, на тонну мёда, что я... Около тонны мёда, который я должен откачать и сдать, это просто уходит только на бензин. Ну, на газ, там, на заправке имеется в виду, что это только на заправке на протяжении сезона. Имеется в виду, что это, в принципе, сумма. С той заправки я там уплачиваю, если, например, газ у нас по 15 гривен на сегодня, там, 12-15 гривен, то с этой заправки я половину уплачиваю только от тупых налогов. Это там на дороги, на пенсии и тому подобное. Имеется в виду, что, вот, например, я 40 тысяч заправил автомобиль, то где-то 15 тысяч это всё, что в налогами в государственную казну. И получается, я, смотрите, я заработал 72 тысячи, с этих 72 тысяч я уже заправил и отдал кучу денег государству налогами. И дальше я начал, опять же, что-то покупать, отдавать. Имеется в виду, что такая билиберда получается, что, наоборот, мне намного проще, например, ходить и получать какую-то минимальную зарплату. Ну, с одной стороны, да. Ну, если вот так, в общем, посчитать. Ну, что-то, что-то, короче, вот такое. Ясно, и садоводы, и те все, короче, помогают вот этому малому бизнесу. В общем, села не будет в ближайшее время. Если ещё на пчеловодах что-то начнут то же самое мутить, то, соответственно... Ну, честно говоря, глупость. Не пойму, чего, что им денег не хватает. Начните с контрабанды, начните с сигарет. Да куча с чего там, бог ты мой. Они давят самую такую прослойку у населения, которая... Ну, как можно давить людей, которые вас кормят, ё-моё. В общем, дойдёт до того, что яблоко, мясо, мёд, всё, вот мы сейчас экспортируем. Если, конечно же, шахнут по нам налогами, то ещё будем закупать. В принципе, яблоко мы закупаем, мясо мы закупаем, молоко мы ещё что-то экспортируем. Мы тоже закупаем, картошку мы закупаем, морковку мы закупаем. Только что у нас есть. У нас есть подсолнечного масла, хреновая туча, которая у нас чего-то стоит в два раза дороже, чем в Европе. У нас есть сахар, который стоит в два раза, чем в Европе. Почему? Потому что... А, кстати, меня спрашивали, почему я говорю, что Пётр Порошенко поднял цены на сахар. Ну, если я не ошибаюсь, то Пётр Порошенко, наверное, контролирует весь сахар в стране. Есть такой же, как Пётр Порошенко, ещё один мужчина, который, опять же, контролирует определённые потоки, притоки той же семочки. Есть большое количество людей, которые контролируют хлебные заводы. Имеется в виду, что это всё олигархия. Что такое вообще олигархия? Чтобы вы понимали в двух словах, это люди, которые контролируют все галузи. На них вообще ничего, никаких налогов, их никто не дёргает, их никто не трогает. А вот обычных вот этих додавлюют до последнего, имеется в виду, что логика такая. Ну, посмотрим, в принципе, посмотрим. Но пока на сегодняшний день пчеловодов не трогают. Ну, это только, знаете, чтобы вы понимали, это называется, что готовьтесь. Что налоги могут быть, ну, как налоги, имеется в виду, что вот эта планочка немножко опустится. Может, в ближайшее время, потому что, вот вы представьте себе, что 300 тысячи, 72 тысячи. Что такое 72 тысячи? Это полторы тонны меда на сегодняшний день. Две тонны меда сдал и уже с 30 тысяч должен заплатить налог. Вот такая, друзья, ситуация. Всё, на этом хочу закончить. Никому не хворать. Всем всего на лучшего. Всем пока.